Здорово хулиганы, как и ваше ничего, с вами IronDruck и это очередной выпуск мод обзора. Сегодня мы возвращаемся в волшебный мир конверсии всего и сразу на Doom, ведь это нам так нужно, не так ли? У вас была такая приставка, как PlayStation 2? У меня была. Она появилась в ранних двухтысячных и смогла навести шуму в округе. Плюс на неё шли игры с первой PlayStation, что было весьма здорово и чего теперь нету крайних версий плойки. Теперь это называется взять игрушку на прокат через PlayStation Plus, но не суть. В своё время в 2002 году на PlayStation 2 вышла в свет такая игрушка, как Ratchet & Clank от Insomniac Games, которая была 3D-платформером и стала в будущем целой серией игр, которые потом выходили на последующей версии плойки. И да, как вы поняли, мод на Doom по этой игрушке тоже вышел. Он называется Ratchet & Clank Hot & Buttered от автора That Blind Guy. Поехали! В этом моде, как и в вышеупомянутой серии игр, мы будем играть за Рэтчета. Исходя из английской википедии, Рэтчет — это антропоморфный, прямоходящий, мохнатый инопланетянин расы ломбоксов. Исходя из русской, Рэтчет — это помесь кошечки и белочки. Но на мой скромный взгляд, белочка пришла к тому, кто был ответственен за русский перевод английской википедии про Рэтчета. Ибо когда недостаточно знаний языка, помогут самодеятельность и высокий градус. Научитесь нормально переводить английские статьи на русский, это несложно. В данном моде автор совместил такие вещи, как большой арсенал, полный зоопарк приглашенных гостей и кровищу, что резко превращает околодетский платформер в мясорубку, при всем при этом не делая данный мод мрачным или сверхжестоким. Как мы знаем, на спине у Рэтчета всегда находится его верный помощник, слэш-подручный, слэш-друг, слэш-робосексуальный партнер, нужно подчеркнуть по имени Кланг, довольно спокойный, многофункциональный и здравомыслящий робот, который в данном моде будет выполнять функцию пропеллера Карлсона, с помощью которого Рэтчет, как и в оригинальных играх, сможет мягко приземляться после своих рискованных прыжков. Плюс Кланг озвучивает подбор оружия и различных предметов на пару с Рэтчетом. Также в этом моде Рэтчет может делать двойной прыжок и в спринте бегает куда быстрее, чем это нужно. А еще Рэтчет умеет делать двойной рывок, вперед-назад, влево и вправо. Еще у нашего героя будет свой инвентарь с кучей предметов. Как я понял, автор мода собирал это добро по всем частям серии. В специальном меню к этому моду вы сможете по традиции откалибровать его под ваши нужды, и назначить специальные клавиши на специальные предметы, которые вы сможете врубить в инвентаре. Ну или выбирайте их вручную и активируйте по старинке. Мне в начале игры попался портативный телепортер. Полезная штука. Установили, пошли по своим делам, зашли в комнату, где враги начали делать вам фистинг, нажали на кнопочку и телепортировались в безопасное место. По арсеналу. Оружия у вас будет много. Не уровня Russian Overkill много, но все равно много. 21. 21 вид оружия. Карл. 7 классов оружия, по 3 представителя каждого класса. Арсенал разделяется на стартовое оружие, основное оружие, универсальное оружие, оборонительное оружие, оружие малой дистанции, разрывное оружие, тяжелое оружие и супероружие. Также различить ваше оружие можно по цвету иконки, которая будет появляться на вашем пользовательском интерфейсе, когда вы возьмете данное оружие в руки. Походу, как с предметами, автор тоже собирал его по всем частям оригинальной игры. Причем ваше оружие не будет выпадать из поверженных врагов, а будет валяться в местах нахождения обычного оружия и предметов. Что касается амуниции, тут тоже все сложно. В модах наподобие этого очень сильно бы пригодился интерфейс из хексретика. Да, он большой и громоздкий, но хотя бы понятно, чего и самое главное, сколько у вас осталось. За время ознакомления с этим модом я вынужден признаться, что не нашел все оружие, но по тому, чем пришлось помахать да пострелять, мы, разумеется, пройдемся. Кстати, при частом использовании ваше оружие может быть улучшено. Мне очень понравилось махать омниключом, стартовым и знаковым оружием Рэчета, так как он еще является механиком по профессии. Гаечный ключ был стартовым оружием у таких ребят, как Джек Райан и Адриан Шепард. Так что тут один респект и уважуха. Бьем больно, бьем сильно и лучше наши подачи врагам не пропускать. Далее мне в руки попалось такое оружие, как Сентеноид. Это забавно выглядящая синяя резиновая перчатка, похожая на ту, которую делают АД в аэропорту, которая призывает вам в поддержку роботов. Забавно смотреть на безопасном расстоянии, как ваши роботы разбивают кабины вашим врагам. Наверное, дело в этом всеобъемлющем чувстве безнаказанности. Блицган напомнил мне старый добрый дробовик. Впрочем, работает он точно так же. Бах, и врагов ваших нет. Чистить такой пушкой комнаты очень весело. Мини-туррет-лончер тоже достойное внимания оружие. Только вместо роботов оно призывает турели. Вы вообще можете просто напризывать турели и сесть на диван и смотреть, как вашим врагам делают больно. Порой хочется, чтобы подобное оружие было у вас и РЛР. Ага. Еще меня приятно порадовало и удивило такое оружие, как флакс-винтовка. Это оптический рельсотрон. Дальнейшие слова, думаю, излишни. Самым страшным и деморализующим оружием из того, что я использовал, на мой взгляд, является коготь Теслы. Это как огнемет, но вместо огня вы обдаете врагов нескончаемой струей многовольтового электричества. Думаю, в такие моменты им очень больно. Или они очень натурально придуриваются. Хрен его знает. Что еще можно сказать по этому моду? Эта работа была впервые выпущена в мае 2019 года. У автора мода есть свой канал на ютубе. Кстати, этот человек также является соавтором другой неплохой работы. В самом начале игры мод спросит вас, желаете ли вы, чтобы ваши враги росли по уровню вместе с вами. В моде будет 9 уровней сложности. Пользовательский интерфейс, конечно, оставляет желать лучшего. Порой непонятно, какая шкала за что отвечает, помимо здоровья. Порой немного сложно определить, какое оружие попало к вам в руки. И где его можно будет искать. Повторюсь, у нас 21 вид оружия. Автор молодец, что вернул речи Тайкланка с консолей. В этом моде сюда на дом. К своему стыду я не смог поиграть во все игры серии. Вон, крайнюю версию выпустят на пятую плойку. Так что все еще впереди. А что до этой работы, как фанам серии, так и обычным игрокам рекомендую к ознакомлению. И на этом все, хулиганы. С вами был Аэрон Друг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры. И до скорого.